Так, ты мне скажи, пожалуйста, по-английски. Листья бывают, да, листья там есть, у нас глагол быть, такого-то, такого-то, такого-то цвета. И еще мне объясни, как листья могут быть белые. Ну да, да, это я... Целиком предложение мне, пожалуйста, выдай. Так, the leaves are... Я... А, нет. Да. Yellow and green. And green. Write it down, please, the whole sentence. Так, сейчас. Так, the... Так, неправильно. The leaves are... Yellow and green. Ну, либо запятая там. Или запятую, что-нибудь ставь. And... And green. What happened to the tree? Шторм. Что случилось с деревом? Шторм. Шторм, вообще-то, это погодное явление, да? С деревом случился явно не шторм. Дерево либо сломалось, либо его срубили. Ну, его вообще и срубили, но там еще и шторм был. Но шторм, это погода. Понимаешь, что случилось с деревом? Дождь. Это не ответ на вопрос. Ответь мне, пожалуйста, на вопрос. What happened to the tree? Так, the tree... Taken down? Was taken down. Was taken down. Write it down, please. What does Tess... How? Want to do for her tree? Так, что Тесс... Так, что Тесс... Что? Тесс хочет сделать с деревом? Для своего дерева. For, для. Для своего дерева. Что она хочет спасти? Нет, дерево уже срубили. Как его спасешь? А, ну да. Она хотела устроить прощальный вечер, да? Да, там она есть. Или там есть еще словечко такое фьюнера, похороны. Ну, давай хотя бы скажем прощальный вечер. Или она хотела сказать дереву goodbye. Ты куда у меня пропала? Звука нет. Проверяй свои проводочки. А сейчас? Вот, теперь звук есть. Так, я нашла там страничку, где это фьюнерал. Окей. My tree will have a funeral. Окей. Write it down. Можно the tree... Тесс... Подожди, у нас про Тесс вопрос, да? Что хотела Тесс? Тесс хотела... Тесс... Want... Wants тогда, если у нас все в настоящем. Ну, можно и в прошедшем сделать. Wants, to... Wanted, тоже пойдет. Wanted to... Make, сделать, да? Да, make a funeral. Very good. Write it down. Make a funeral, по-моему. Да, funeral пишется, да. Funeral говорится. Так, кто пришел на прощальный вечер дерева? Да, кто пришел попрощаться с деревом? Макс, Тайлор и Тайлер. Так, пиши. Тайлор и Макс. Ля... Только Тайлор немножко не так пишется. Там еще буковка A есть. Тейлор. А. Так. Тейлор и Макс. Кто там стихи читал? Teacher. Teacher. Угу. Teacher. Угу. И еще кто-то пришел. Фотографию принес в рамочке. Grandma. Окей. Или old lady, да? Старая пожилая женщина. По-моему, ее бабушка же была. Я не помню. Может, и бабушка, а может, и просто бабушка. Женщина в возрасте. Сейчас, секунду. Окей. Так, ну уже где-то... Так, вот это уже учительница. Это Макс. Это была... Так. А, да, old lady. Пиши. Old lady. Ага. А, вот нашла. Так, old lady. Ага, это здесь написала. И на верхнюю строчку можно добавить old lady. Она тоже пришла попрощаться с деревом, да? Ну да. Так, кто... Ну, кто такие Тайлеры и Макс? Угу. Слышка. Теперь я засомневалась. Как пишется Тайлера и Макс-то. Может, ты правильно написала? Я правильно написала. А, то есть буквы A там нет. Все правильно. Приношу извинения. Ты права. Потому что есть и такое имя, есть и такое имя. Исправляем назад. Есть Тайлера, а я сам как-то. Да. А есть Тайлера. Угу. Ай. Что хотел бы айдет? А я вперед, а я вперед. Так. Who are Тайлер and Макс? Так, кто они были? Друзья? Нет. Нет? Кто они были? Мамы и папы? Все бы друзья рисовали сердечки и писали Тайлер плюс Макс. Ну-ка, смотри быстренько, кто они такие были. Что они ей сказали, когда пришли? Это ближе к концу надо смотреть. Да, да. Вот. Хансом, хасбенд и претий вайф, who like to move stars, walk lovely to the tree stump. Ага. Ты мне уже сказала ответ. Хасбенд и вайф. Муж и жена. А, то есть это просто так. Да. Они вырезали эти имена еще, когда встречались. А потом стали мужем и женой. Так, значит. Хасбенд и вайф. У нас, кстати, на следующем уроке по английскому в среду, ну, в школе, у нас будет диктант, там, кто таких, там, хасбенд, там, ну, короче. Вот тебе практика, да, лишний раз записать. Давай. Спенд и вайф. Спенд и вайф. Угу. 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 Да, она даже улыбалась. Угу. Ну, да. Скажи мне, Тесс была счастлива. А, за... Не, 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 не. Имя собственное. Угу. Угу. Очень хорошо. Нам понадобилось ровно 10 минут, чтобы ответить на эти предложения, на эти вопросы. В чем была проблема, молодая леди? Почему вы не нашли 10 минут ответить на вопросы? Это что такое за безобразие? Не знаю. Лер, ты очень сообразительная девочка, но ты ленишься. Давай мы с тобой договоримся следующим образом. Если ты будешь хорошо работать, все, что нужно, я тебе задаю по минимуму. Тебе нужно 15-20 минут посидеть. 10 минут прочитать текст, 10 минут ответить на вопросы. Если ты будешь делать все правильно на следующей неделе, в течение недели, мы с тобой начнем смотреть сериал на английском языке, чтобы тебе было интересно. Если будешь филонить, буду гонять тебя по рою зебры. То, что тебе так не нравится. Понятно? Да. Все в твоих руках, барышня. Договорились? Да. Хорошо, продолжаем урок. Так, мы с тобой сейчас посмотрим грамматику. Есть в английском языке такие два словечка, сам и any. А, давайте я знаю. Я знаю, что ты их давно знаешь. Сейчас мы с тобой просмотрим по ним видео на английском языке, где объясняется разница между сам и any. Open the link, please. Как много конфет. Или сладостей. Ну да. Ага. Ну. Грузись. Не хочет? Сейчас. Думает. Ну и что, застыл. Не загружается? Так, понятно. Проехали с видео. Будем разбирать на примерах. Так. Так. Может, концу и загрузится. Останови загрузку. Не трать время, не трать ресурсы интернета. Зря. Да. Я тебе посылаю другие ссылочки. Вначале даже не ссылочки. Смотри, что мы сейчас с тобой сделаем. Здесь написано правило. Когда употребляется сам, когда употребляется any. Давай мы с тобой это правило сформулируем. По-моему, any в отрицании вопросов, а сам, по-моему, в этих, как, утверждениях. Так, почти. Если у нас есть утверждение, и в утверждении одно, и в единственном числе стоит существительное, например, у меня есть яблоко, там можно поставить some или any? Так, some. Нет. Надо сказать I have an apple. Одно яблоко. Одно. То, что можно сосчитать, да? Да. А если что-то нельзя сосчитать, неисчисляемое, то мы ставим либо some, либо any. Да. Значит, к первому предложению, смотри, мы пишем, можно сосчитать. Сейчас я переключусь на русский текст. Дальше. Если у нас с тобой идёт утверждение, что у меня что-то есть, да? I will have free time tomorrow. Утверждение. В утверждение мы ставим some. Или если у нас идёт вопрос, но вопрос не просто вопрос, а вопрос как просьба или предложение. Я тебя чем-то угощаю, например, да? Would you like some tea? Would you like some chocolate? Не хочешь ли шоколада, да? Do you like chocolate? Yes. Ага. Yes, sweet teeth. Сластёна. Сладкий зуб. Вот. В этих случаях ставится some. Во всех остальных случаях, если у нас отрицательное предложение, например, I will not have any time to meet you tomorrow. У меня не будет времени встретиться с тобой завтра. То это отрицание идёт уже с any. Или, если это вопрос, но не вопрос как предложение, а просто вопрос. У нас чай остался? If there any tea left. Понятно? Да. Сейчас мы будем практиковаться с тобой в упражнении. Я вначале пошлю тебе упражнение по скайпу. Ага. Так. Где у нас тут Лерина упражнение? Вот оно. Сохранить как? Окей. Угу. Рабочий стол сохранить. Молодец, умница. Открывай. Так. Где ты? А вот граммор. Воркш. Давай, давай, давай. Воркш. Ура. Открылась? Can and can't open. Значит, это что делать? Countable and uncountable. Countable – это от слова count, считать, то, что можно сосчитать. Соответственно, uncountable – то, что нельзя сосчитать. Так. Ну, давай уже, открывайся. О, нашла. Точнее, ну, открылась. Смотри, задание номер один. Китти и Макс are hungry. Hungry – как переводится? Холодные. Китти wants to eat food, which is countable, and Макс wants to eat food, which is uncountable. Неисчисляемое. То, что нельзя сосчитать. Да. Давай с тобой распределим еду, которая идет дальше в рамочках вот этих, да, в столбиках перечислено, что будет есть Китти, что будет есть Макс. Так. Вначале для Китти выбираем, что можно сосчитать. Так. Apples, eats… No. Eggs. Sweets. Sweets. Grapes – это что? Что такое grapes? Не грызи ногти. Grapes – виноград. А, виноград. В принципе, нет. Виноградинки, наверное, только, да? Ну да, виноградки считать будешь. Sandwich. Can you count sandwiches? One sandwich, two sandwiches. Sandwich, three sandwiches. Yes. This is for Kitty. What about Макс? Pasta, juice, cheese, rice. Bread. Rice. Rice, grapes, bread. Very good. Окей. Next exercise. Next exercise. Окей. Вот теперь то, что мы с тобой говорили. Нам надо соединить. Ага. Например, countable – one object. Исчисляемые – один предмет. И стрелочка идет – there is a tomato. Один помидор, да? Есть один помидор. Соответственно, ищем, что у нас есть. Countable – more than one object. Так, значит, больше, чем один объект. Угу. Very good. То, что можно считать. Сеня, орать прекрати. Are there any tomatoes? Так, подожди. Нам надо утверждение. Не вопрос, не отрицание, а утверждение. Утверждение, утверждение, утверждение. Утверждение. Сеня, нет. Что можно считать. There are some tomatoes. There are some tomatoes. Very good. Окей. Next. Countable – negative. Negative – это что? Негатив? Да. Отрицательное что-то. Отрицательное – исчисляемое, но предложение должно быть отрицательным. There aren't any tomatoes. 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 Окей. Next. Countable question – there are there any tomatoes? Countable question – are there any tomatoes? Next. Uncountable. Uncountable – an amount. Amount – какой-то объем, какое-то количество. Понятно. Короче, молоко, к примеру. А у нас тут только молоко и осталось. Вот с ним и разбираемся. Где у нас отверждение, где отрицание, а где вопрос? Milk. Еще раз прочитай. Some milk. Так, а полностью предложение? Read the whole sentence. Some milk. А первая фраза какая у тебя? The re is. Вот это ты проглавляешь. The re is some milk. Да. Окей. Next. Так, негатив. There isn't any milk. Отрицание. Так, вопрос. Вопрос у нас. Где-где? Is there any milk? Вопрос. Is there? Is there any milk? Окей. Next. Так. Full of it in. Смотри, ставим a, n, some, or any. Я объясни, почему ты ставишь что. К примеру, у нас идет there is an apple in the cupboard. Apple один, одно яблоко, да? Поэтому ставим n. Да, значит, kitty has a sandwich for lunch. Some sandwich for lunch. Нет, some any с тем, что не считается. Ну, сам может еще и считаться, да? Some tomatoes, например, утверждение. Хорошо. Согласна. Либо some, либо a. Да. В данном случае она может быть kitty has a sandwich for lunch, я бы сказала, да. Да, или там some. Нет, если было бы some, то сэндвич стоял бы во множественном числе. А. Какое-то количество сэндвичей, понимаешь? Да, да. А здесь один. Значит, a. Правильно. They've got grapes. Any grapes. Тогда было бы отрицание. Any ставится в вопросе и в отрицании, а у нас с тобой утверждение. Some. Some. They've got some grapes. Понятно? Да. Next. Книжки поручились. Так. There's got bread in the cupboard. Значит, a. A bread in the cupboard. Bread. Можно сосчитать? Нет. Тогда any может быть. А, почему? Здесь же нет отрицания вопроса. Но у нас же может быть some. They've got some bread. А, ну да. Bread же у нас неисчисляемое существительное. С ним сам употребиться может. Ну, да, сам, да. А, ну да. The aren't bananas in the cupboard. Здесь any. Э ставится с единственным числом. Any. Any, да. Говорю any. Ну, плохо говоришь, отворачиваешься куда-то, и я тебя не слышу. Нет, паста – макароны. Их нельзя сосчитать, они неисчисляемые. Мы с пастой с тобой должны употребить либо some, либо any. Any, потому что… Потому что негативно, да, отрицательное. Are there apples in your cupboard? Any. Any, correct. Так, is the milk in your fridge? Так, ну, это значит этот, как его, any тоже. Is there any milk in your fridge? Да, потому что вопрос, правильно? Да. Закрывай страничку. Так, и дальше мы с тобой будем читать твою любимую историю. Какую? Розебра? Да. И это тебе за все прогуленные уроки. Да. Но прежде чем мы ее будем читать, мы с тобой немножко поиграем в игру. Открывай первую ссылочку, пора ее. Ага, уже открыла. Здесь нужно придумать рифмовку. Rhyme – это рифма или стихотворение. Мы читаем стихотворение про Роя Зибру и вставляем слова, которые рифмуются, которые можно добавить. Давай. Рой Зибра felt very sad. The zoo he lived in was nasty and... Тебе нужно рифму к слову said. Да, said bed. Bed. Then one day alone came a boy. He tried so hard to help his friend. Boy. Рой. Рой. Ага. And so the zebras came from the zoo. Lucy the elephant wished to go. Zoo. To. To? Да, тоже. To. А, ну да. Что у нас с тобой получилось? Переведи мне, пожалуйста. Так, Рой Зебра очень... Был очень sad, печален. Был очень печален. В зоопарке жить... В зоопарке, где он жил, было nasty and bad. Bad – плохо? Насте тоже плохо. Было очень плохо, скажем так, да? Очень плохо. В один день пришел мальчик. Так, а теперь по-русски. В один день мы не говорим, мы говорим... Однажды. Угу. Однажды мимо проходил мальчик. Мальчик, он заплакал? Нет. He tried so hard. Помог? Он старался, да. Он постарался помочь своему другу. Фуфурую. Угу. So, the zebra escaped from the zoo. Зебру освободили из зоопарка. Сбежала из зоопарка. Lucy, the elephant, wished to go too. Lucy, этот слон, побежала тоже. Да, хотела. Wish. Хотела побежать тоже. Угу. Next, next link. Следующую ссылочку открывай. Так, так, так. I don't bet. It's a question. Это же вопросы. Угу. Now tell me, please. I love the photo. Yes. What are Roy and George trying to find? А что Рой и зебра произошло в прошлом? Нет. Find, искать. Рой и Джордж. А что они искали? Yes. Стада. Speak English, please. Как стада забыла? Herb. Herd. Herd. She. She. Who is she? Herd. Подожди, они, они. Они, они. They are find to... Погоди, find, находить, а у нас искать. Look for. Look for... Это как стадо. Herd. Herd. How did Roy and George get lost in the last party? What would you read? А как Roy and George в последней голове читали? Нет. Ну-ка, дословно. Get lost. Потерялись. А, как они потерялись? Угу. Ехали, ехали, ехали. И тут бомб, и конец. На чем ехали? На тракторе. На тракторе, правильно. How would you feel if you got lost? Как... Как... You feel. How would you feel? Как ты... Как бы ты себя чувствовал if you got lost? Потерявшимся. Если б ты потерялся, да. Весело. Весело? Не испугалась бы? Можно искать. А что бы ты делала? Вот следующий вопрос. What would you do? Что бы я делала? Ну, вот представь, что ты потерялась. Что бы ты делала? What would you do? Я бы... Кричала сос, как только мадок, когда... Скажи мне. Я бы кричала сос. I would... Я бы... Кричать, cry. I try... Cry, cry. Как плакать, так же и кричать. I would cry... I would cry... And... I would go... I would go to... Nof. Nof. Почему на север? Не знаю. Потому что там белые медведи. До белых медведей все равно не дойдешь солнцу. Далеко идти. Окей. What do you think happened to them in the city? Помнишь, они потом в город увидели, да? И отправились в город. What do you think happened to them in the city? Что ты думаешь, happens? Happened, случилось, произошло. Что с ним произошло в городе, что я думаю? Они даже стада. В городе? Вот и я хотела сказать, да. В городе только стада зебра обитает. Do you think they'll find zebras in the city? Так, что же они сделали в городе? Смотри, следующий вопрос. Do you think they'll find zebras in the city? Как ты думаешь, они нашли зебру в сити? В сити. Сити это где? В городе. М-м-м. М-м.